у меня такой вопрос к вам вот представим ситуацию что уже было второе пришествие христа и праведники попали в рай и у меня такой вопрос они больше не смогут согрешить в раю нет а если нет то где же здесь свобода воли у человека все воля подселено полностью богу ангелы сейчас вот которые на небе могут согрешить не могут не могут которые могли согрешили это не могут не могут потому что да об этом даже думать нельзя вот когда мы считаем первое послание и она он говорит рожденный от бога не грешит на земле и дальше рожденный от бога не может грешить не может почему настолько это противно а это когда освобождены будем от этого грешного тела и там греши даже говорить об этом страшно как же я могу грешить когда я был пленник рвался все время на свободу меня освободили а я теперь бы кто меня освободил против него что-то стал делать даже думать страшно но а падшие ангелы они же согрешили кто ну вот когда которые были согрешили в то время то время значит другие условия были произошла на небе война и все кто были сторонники дьявола были сброшены все третье счастье погибло то есть это демона черти демовые там это все а эти нет потому что первые люди которые были до христа они семью заводили это все благословенно было даже взять и у якова четыре там движены две наложницы а в новом завете хорошо оставаться так там было клини не клянись вовсе а в новом завете это клетали исполняк клятву а в новом не клянись вовсе а я говорю вам а я говорю то есть поворот другую сторону светским заветом бог разговаривал как с младенцами а мы пришли в совершенный возраст и поэтому но у нас и требований запросы другие ну конечно тяжело это понимание все равно для меня это мы его понять мы верим в этой крепко держимся за то что нам господь простер пронзенную руку вы выйти за жениться а мне вас жаль будете иметь скорби по плоти а в ветхом завете брак был на первом месте и без брака ни моисей ни иов не обходили совсем мы видим кто ян богослов павел все уже не брачные это вопрос другой другая сила уже сошел дух святой и обречет сила ждите а почему пришел дух святой потому что рот человеческий искуплен и вот это мы сначала наше тело образовал подохнул поэтому тело называется начаток и наш начаток тело воплотившийся господь вознес на небо сороковой день и отцу небесному как бы как бы показывает и теперь он нам посылает дары духа святого мы примирились с небом это я зато усталку и так так вот маленький вопрос вы почему расстегнуты я в рубашке вот но я рубашку вижу а почему вас верхняя под смотрю у меня рубашка видно какая разница а почему расстегнул этого подражание миру дружба с миром есть вражда против бога потому что это масоны придумали так если в галстуке даже у жириновском все застегнуты как только снял должен верхнюю пуговицу расстегнуть войну где люди были и ни один расстегнуты не был а то собранность эта твердость а это понебратство и вот я один раз и услышал в армии застегнулся и всего 60 лет не расстегиваюсь я и сплю также вот один раз услышал галстук никогда не надевай пуговицу верхнюю застегни и больше не расстегивай ее кажется маленькой ничего подобного за этим кроется другой я резко дистанцируется от этого мира и вот я гляжу стоят которые делают там сектанты баптисты там от расстегнуты я уже не расположен я знаю что они невольно своим телом они глядят что мир скажет в галстуках стоят а галстуки это масонская удавка рабов на галеры везли с петлей железной а сегодня галстук не так что ничего не значит значит крест это спасение углы отломит только фашизм свастика называется вот так что на можно еще тогда вопрос куда можно вы только помните что у нас все записывается выставляется в интернет вы наши условия знаете не против скажи не против я слушаю пожалуйста да вот как определить что помощь была от бога они просто случайность ну что так совпало так слова случайность отбросить надо его остается одно от бога случайного нет ничего волос головы него не упадает случайно без воли отца небесного одна волосинка не упадет а тут кто-то расположился я молюсь да будет воля твоя и на земле как на небе я просил это и поэтому мне пищу бог дал она у меня переваривается я заболел это все он он знает что мне дать у меня случайно это встречи такие интересные даже придумать нельзя никогда как эта встреча такая кто я одновременно встречаюсь пять генералов я захожу они горят а мы только о вас сейчас рассуждали там генерал-лейтенант генерал-майор я говорю что ну более счастливого человека мы не знаем я говорю по каким параметрам дело в том что вы делаете то что вам нравится я говорю а что мне нравится ну вот любите детей образовали детский лагерь на вас подавали там суд там то другое ничего не могут сделать потому что у вас вот судья сидит краевой близких прокурор края ваши друзья мэр города все за вас почему потому что вы делаете дела интересные нужные государственные я образовал детский лагерь сам зарегистрировал его в краевом деле юстиции построить должен был какие где дети будут и бессменный директор 45 лет тысячи детей подняли без помощи государства пускай кто не покажет что это сделали это надо чтобы волонтеры были все бесплатно работают накормить сохранить купаются до пяти шести раз в день собираем ягоды травы всему учу воскресенье катания на лодках на лошадях верхом ну какой детский лагерь пойдет вместе с ребенком может бабушка дедушка родители жить лагерь комплексный от 7 месяцев до 73 лет я видел что нравится я все включил в распоряд огня встает лагерь всегда в 5 утра да где лагерь какой 5 утра встает на все интересно почему потому что с нами бог вот так поэтому я вот один раз что-то услышал где-то написано не облокачивайся так бесстыдство говорит который человек бессовестно облокачивается на стол когда есть вот так локти на стол все дальше вот так наклоняться на чашка вот эта чашка и так едят и к ней туда за край стола голова не должна заходить подбородок никак почему в левой руке у меня кусочек хлеба правая ложка я почерпнул и никто за столом все так сидят не так я полбу ложкой и дети это все знают почему ян затоус говорит все животные наклоняются к пище а человек подносит к себе я не хочу быть скотом каким-то стыдись облокачивание на стол я один раз так услышал больше никогда дальше кистей чтобы руки за стол не заходили надо учиться все время и другим подсказывать интересно надо жить ну хорошо спаси христос попробуй застегнуться попробуй как получится нет верхняя пуговица да сейчас секунду ну-ка давай вот я расстегну вот видишь как я тоже могу так сделать но я не сделаю вот совсем другой вид вид видишь вот как у нас даже юноши все никто бритвы никогда лицо не трогает почему потому что так бог сотворил это физиологическое отличие от женского пола у меня борода женщину полной покорности они все время видят перед ними мужчина да да я слышал мы вот так посмотри иконы пророки все с бородами апостолы с бородами христос бородой кому подражать то даже в вожде атеизма фридрих энгельс харл маркс ленин и все с бородами а сейчас придумали как гололицы это садами ты проклятая придумывали мужеложники две мамы в доме это мужчины подкаблучники жена ворочает им а ты мужчина столб она как за стеной за тобой как за скалой ты ее не бросишь не обманешь почему тебя все показывает и собран ну вот все спасти христос аллилуйя вопросов нет больше не отошел с богом да и да и